Архангельская городская дума Здравствуйте На самом деле хочется поговорить с вами о многом В первую очередь предлагаю обратиться к внеочередной сессии Которая завершила работу буквально несколько дней назад В повестке дня был один вопрос, но, наверное, очень важный для Архангельска Это изменение устава нашего города Каков их характер и в целом с чем связаны такие изменения? Изменения связаны с изменением федерального законодательства, областного закона Не более того, устав приведен в соответствии с этими законами Ничего нового там мы не придумали, ничего дополнительного не вносили Была рабочая группа создана после того, как областной закон был принят В него вошли депутаты, представители мэрии, юстиции, прокуратуры На основании областного закона были внесены поправки И все это было принято Тяжелые были обсуждения, я не скажу Это эмоционально сложные были Потому что изменения грядут серьезные В том числе и для жителей Архангельска Но, тем не менее, будем учиться жить по новым правилам Ничего нового Практически в каждом регионе такие же изменения произошли Более чем, я не знаю, во всех Всего два региона по Северо-Западу остались По старой схеме И то это говорит о том, что там немножко даже более сложные проблемы, чем у нас Поэтому я считаю, что в связи с сегодняшней ситуацией в стране Это политическая ситуация, экономическая ситуация достаточно сложная Наверное, этот закон, эти изменения назрели Они сами уже просились войти в нашу сегодняшнюю жизнь, в наши сегодняшние реалии Год вообще был эмоционально сложным В связи с тем, что мы живем в России И наша Архангельская область, наш город Архангельск Мы в составе Российской Федерации И мы отслеживаем, что происходит в нашей стране Что происходит за пределами нашей страны И, конечно, все то, что происходит Откладывает отпечаток и на жителях нашего города И я думаю, что не только депутатам, мэру, губернатору Всем достаточно сложно в эти несложные времена и живется Особенно, что касается это в моральном, эмоциональном плане Надо сказать, что как раз в эмоциональном плане Законного пресловута сети-менеджера Он, так скажем, подогревал интересу, в первую очередь, у горожан Если объяснить простым языком То что поменяется с новым уставом после истечения полномочий действующего мира? В 2016 году истекают полномочия мэра города Павленко Виктора Николаевича И вступает закон пресловутого сети-менеджера Я не хочу употреблять слово, оно нигде в законе не звучит Это будет глава администрации И будет глава муниципального образования Глава муниципального образования Это председатель Архангельской городской думы Который совмещает две должности Это больше политическая должность, скажем так А глава администрации Это будет уже, ну, я даже не знаю, как сказать проще Чтобы это было простым языком Это директор, директор города Есть, как в любом, наверное, в бизнесе есть директор Управленец, то же самое будет управленец Который будет управлять городом Архангельск Который будет решать проблемы, которые у нас сейчас есть По большому принципу он будет заниматься теми же функциями Как и мэр города Архангельска Это все, что касается муниципалитета Это все, что касается дорог, водоканала Будут вообще грядут серьезные изменения в 2016 году Это и будет изменен закон, федеральный закон Все, что касается мупов, их не должно быть Они будут реорганизованы Поэтому изменения сами по себе будут глобальные И мы вместе со всей страной входим в эти изменения Наверное, стоит отметить, что не менее пристальное внимание Было обращено и к предыдущей 13-й сессии депутатов Несмотря на порядковый номер, она оказалась, скажем так, счастливой То есть бюджет 2015 года Для меня вообще 13-й номер не кажется несчастливым Мне кажется, это предрассудки Это как и любое другое число 13-я сессия прошла у нас хорошо Несмотря на демарши определенные Я считаю, это имеет место быть И у каждого депутата есть свое мнение Я их за это уважаю, за то, что у них есть свое мнение Конечно, они могли воспользоваться площадкой Архангельской городской думы Залом заседаний для высказывания своих мнений Но они посчитали, что это для них более приемлемо Мы не правы их за это осуждать Тем не менее, бюджет на следующий год принят Бюджет социально направленный Мы выполним все свои обязательства перед жителями города Архангельска Перед работниками бюджетной сферы Все будет выполнено Есть совсем небольшое развитие Но тем не менее, оно есть С учетом сложной экономической ситуации Пока мы остаемся в своих рамках Никаких урезаний, сокращений не происходит Мы это не планируем Даже скажу больше, что, скорее всего, все равно у нас будет экономия И по торгам, и по каким-то еще мероприятиям И мы будем направлять сэкономленные деньги на развитие города Архангельска Город живет, ничего такого не происходит у нас Я думаю, что мы будем жить Будем решать и насущие проблемы И, возможно, даже какое-то небольшое развитие у нас будет происходить Ну, ты как раз упомянули про социальную ориентированность бюджета Это, в том числе, я так понимаю, и бесплатный проезд для граждан Конечно, старше 70 лет Это у нас программа существует Она будет работать Программа создана мэром города Архангельска Им же подписано Сейчас бюджет состоит в основном из программ Поэтому все программы принятые будут осуществлены И выполнены Да, надо сказать, что бюджет принят Но изменения в него, я так понимаю, могут проситься в течение года Конечно, мы на протяжении... Бюджет — это рабочая настольная книга мэра города Архангельска На протяжении всего года мы к нему возвращаемся Потому что происходят, еще раз говорю, происходят торги Происходят аукционы по той же недвижимости Которая принадлежит муниципалитету Поступают деньги, поступают налоги Все это в живом и реальном времени происходит И все, что касается, что идет уже за рамках бюджета Мы на каждой сессии возвращаемся и перераспределяем И отправляем деньги в те места, где это на данный момент наиболее необходимо В этом году мы возвращались несколько раз Практически каждая сессия, начиная с марта месяца Мы возвращаемся к бюджету Все сэкономленные деньги мы перераспределяли Если есть свыше того, сэкономленные более чем Идет на какие-то другие мероприятия, происходящие в городе Архангельска То мы их направляем на выполнение судебных решений Конечно, конечно Или получается, что мы понимаем, что год завершается к концу То или на другое По разным проблемам Ведь мы участвуем и в областных программах И в федеральных программах И по большому счету мы свою долю городскую выполняем в полном объеме Но происходят разные вещи И может быть торги не состоялись ФАСА протестовала И эти деньги надо успеть перенаправить И перевести их на другую программу Или в рамках программы перераспределить Это все работа, кропотливая работа В первую очередь это работа мэрии Они понимают, куда это нужно направить И депутаты уже согласовывают Туда или в другом направлении Помимо бюджетных решений Было принято еще очень много Крайне важных для города Архангельска На ваш взгляд, что можно особо выделить Из решений этого года? Во-первых, мы передали дорогу Федеральное значение Будем надеяться, что они ее примут Потому что два года велись переговоры И мы планировали, что Эта дорога, которая связывает М-8 С аэропортом Талаги Что ее примут И уже возможно, что И такое может быть, что в этом году Уже будет какая-то реконструкция Глобальный капитальный ремонт Это нужен проект Это более длительный срок А в рамках реконструкции Федералы уже могут приступить И в этом году К расширению, к улучшению С нас ежегодно Порядка 50 миллионов мы тратим На содержание этой дороги Это большие деньги У нас есть куда их потратить То есть это и экономия бюджета Конечно, это в первую очередь Экономия бюджета Это то, что касается содержания Ямочного ремонта И вы представляете, какие деньги Нужны на то, чтобы сделать ее Федеральной, четырехполосной Достойной трассой Которая пойдет У нас, вы видели, какая дорога Подходит к городу Архангельску И все должно быть соответственно Ну да, с учетом, наверное, Современные реконструкции Конечно, и в современных реалиях С учетом того, сколько у нас Как у нас увеличился автопарк Жителей города Архангельска Конечно, это требует реконструкции Ну, наверняка есть тема Которым депутаты обязательно вернутся В году 2015 Какие вопросы требуют? Обязательно Один из сложных вопросов И которые требуют решения И мы потихонечку подходим К решению этого вопроса Это автобусные перевозки Это навести порядок все-таки на дорогах Уже были несколько комиссий Будет создана рабочая группа Будет новые конкурсные решения Возможно, с какими-то, я не знаю, инновациями Будем опыт российских городов рассматривать Но порядок надо наводить Это у нас приоритетная задача В следующем году Причем в первом полугодии Навести порядок с автобусными перевозками Чтобы у нас вот этого безобразия на дорогах не было И дороги будут более свободны Все равно, когда стоит час пик по 10 пазиков на остановках Но это неправильно Но вы как раз и знаете, что на 13-й сессии Приняты некие изменения в конкурсную Да, там есть, но они буквально Они абсолютно небольшие Это было в соответствии с областным законодательством Они приняли закон, мы привели в соответствие Но мы решили пойти немножко дальше И возможно, что коренным образом поменять эту конкурсную документацию Мы хотим туда пригласить специалистов Специалистов из САФУ Которые уже не один год занимаются этой проблемой И возможно, что вообще модернизировать конкурсную документацию Чтобы туда пришли люди На этот рынок должны прийти люди Во-первых, я не знаю Которые должны болеть за наш город И понимать, по каким правилам они работают В обязательном порядке будет муниципальный транспорт сохранен Автобусные перевозки Это обязательно У нас практически и так муниципального транспорта не осталось Поэтому и должны быть добросовестные перевозчики Частные из бизнеса Но они должны играть по одним правилам Ну и прежде всего в интересах пассажиров Абсолютно в интересах жителей города Конечно, мы не снимаем с повестки Проблему диротизации Это то, что творится безобразие с крысами Мы провели уже два сезона сплошной диротизации Совместно с преднадзором Есть результаты Особенно после осенней травки Если можно так сказать И в этом направлении мы продолжим работать Все равно надо и с управляющими компаниями Контакт налаживать Чтобы это было в едино Когда едино, когда им некуда бежать и прятаться Эффект гораздо лучше А вот Валентина Васильевна А в целом, если говорить об уходящем 2014-м годе Как он прошел для депутатского корпуса 26-го созыва? Ведь ваши коллеги, они все, скажем так, разные по политическим, в том числе, убеждениям Что можете сказать? Я скажу, что неплохо Они все и по политическим убеждениям разные И все достаточно самодостаточные, умные люди И тем не менее Мы четко отработали У нас прошло 14 сессий У нас ни разу не сорвалась ни одна сессия У нас прошло 68 заседаний комиссий У нас комиссия То, что мы решаем на сессии за 15 минут До этого могла пройти ни одна комиссия С двухчасовыми спорами Руганью Внутренней У каждого свое видение То есть это верхушка избирательства Конечно Это мы уже там приводим в соответствие Что наработано за это время Поэтому Хочу сказать спасибо депутатам Они все молодцы И надо понимать, что В этой ситуации В первую очередь Депутаты работают на избирателя И ни на кого более Их выбрали И они должны нести ответственность Перед своими избирателями И все И какие они там разные Это их проблема Мы собрались на сессии Нас выбрали избиратели Мы должны работать В едином направлении Конечно У каждого свое мнение Коммунисты отстаивают Свои позиции У ЛДПР Своё направление У единой России Вообще ответственность Вместе с президентом И с председателем правления Более такая Определенная нагрузка Мы все разные Но мы работаем В одном направлении Чтобы жителям города Архангельска Было лучше в нашем городе Но как раз о жителях Об избирателях Знаю, что депутаты И вы в том числе Очень часто встречаетесь Во всех округах Архангельска В этом году Какие были встречи Сколько их было Встреч было много Я веду прием И в округе И уже в Думе Ко мне приходят избиратели Не только с моего округа А со всего города Конечно Самая большая проблема Это ветхое жилье Ветхое аварийное жилье Это сейчас основная масса Что касается управляющих компаний Мне кажется Люди стали уже понимать Что они хозяева своей судьбы Что они хозяева своего дома Что управляющая компания Это та компания Которая зарабатывает деньги И они вправе с нее спрашивать За предоставленную услугу Вот за вот этот вот период Когда управляющие компании Появились И было очень много нареканий Сложностей С управляющей компанией Их меняли Ссорились с ними Судились Но тем не менее Сейчас вот это понимание У людей стало появляться Что это их И они могут с них спрашивать Основная конечно проблема Это ветхое аварийное жилье Тут нам без помощи федерации Здесь нам не обойтись конечно Ну надо сказать Что с федеральными Есть федеральные деньги Они нам в этом помогают Мы участвуем в программе Строятся дома Мы в этом году На следующий год Вернее область Выделила 180 миллионов Для того чтобы подготовили Инфраструктуру К строительству новых домов Это 6-7 микрорайон Где Слава богу Наверное даже уместно Так сказать Что раньше были ограничения По строительству И мэрия строила Только малоэтажное жилье Сейчас мы можем Строить многоэтажки По большому счету Построить две многоэтажки В микрорайоне Можно решить Основную проблему По переселению Вопросы в этом направлении Есть Это все прорабатывается Совместно с областью И я думаю Что когда-нибудь Мы В недалеком Будущем Я надеюсь Мы эту проблему Решим Валентина Васильевна Ну и напоследок В преддверии Нового года Ваши пожелания Коллегам по депутатскому корпусу И всем телезрителям Ну В первую очередь Мира Мирного неба над головой Чтобы следующий год У нас был более позитивным А не такой Когда мы Каждое утро Начинаем Сводки новостей И Конечно Добра в семьях Любви Тепла Хорошего настроения Хороших праздничных дней Которые у нас Будут достаточно большие Проведите их С своими близкими С детьми Масса позитива Чтобы была И чтобы все неприятности Остались в этом году А в следующий год Мы вошли С новыми надеждами С новым С новыми Даже я не знаю С ожиданием Конечно Чуда не произойдет Но мы наверное Должны на это надеяться Валентина Васильевна Благодарю вас за беседу От лица нашего телеканала От себя лично Поздравляю вас С наступающим Новым годом Примите самые теплые пожелания Успехов в работе Ну и естественно До новых Интересных встреч Спасибо большое А вас тоже С наступающим Спасибо Напомню Что гостем программы В центре внимания Была председатель Архангельской городской думы Валентина Сырова В этом году Депутатский корпус Завершил свою работу И Уже в новом году Новые решения Не заставят себя ждать Ближайшая сессия Состоится в феврале 2015 И надеюсь Что решения эти Как и прежде Будут способствовать Развитию нашего города Ну а если И будут они Вызывать резонанс То только по самым Хорошим поводам Хороший повод Средить за эфирами На канале ПС Я имею ввиду Нашу программу Ждет встреч с вами Уже в следующем году Отличных праздников Прекрасного настроения До встречи